Поставь себя на место другого человека. В данном случае инвалида-колясочника. Выезд на коляске инициатива Вячеслава Гладкова в Рио губернатора Белгородской области предложил чиновникам, что называется, на себе проверить проект «Доступная среда». Данное место было предложено представителям общественной организации «Мы вместе» Юрием Карапузовым. Маршрут определял ООН. Цель показать, где уже есть «Доступная среда» и где ее нету. И указать на те недостатки, которые присутствуют. Это именно то, что и требовалось. Так считают староскольские активисты-колясочники. По-другому достучаться не получается. А тут все наглядно. Сейчас эти пандусы стали делать по-другому в виде лазбинга. Да, да, это впервые. Хотя предложения были неоднократные. Даже не обязательно чиновники. Я предлагал вот на молодежном, когда сдавали, чтобы я сам проехал и показал. Они просто посмотрели, что это объект недоступный. Серьезно, вот его сдали, а он недоступен. Там три пантуса, и они недействительные. Такую ответственность на себя взяли Михаил Глеков и Степан Ильяев. Крупные муниципальные руководители в инвалидном кресле сидели в первый раз. И слава богу. Однако они остро почувствовали на себе все неудобства людей с ограниченными возможностями. Эти проблемы существуют действительно для инвалидов. Мы с этим сталкиваемся очень редко, они с этим сталкиваются каждый день. И естественно, для них уже выходить, то есть выходить на прогулку еще куда-то, для них проблематично. Вы не забывайте о том, что у нас тело тренированное, мы занимаемся ежедневно спортом, и мы полноценные люди. А у них определенный вид мышц, он просто атрофированно не работает. И естественно, для них очень тяжело, если где-то доступная среда не сделана по СНИПам, по ГОСТам. Зоной проверки стал микрорайон Жуково, где есть не так давно благоустроенные дворовые территории. Но и здесь столкнулись с практически непреодолимыми препятствиями. Вот скажем так, которые делали на Восточном, допустим, там полтора-два сантиметра, допустимо. Но такое вот очень часто встречается. Он говорит за пандус вообще. Подъем, нет, подъем нормальный. Пандус имеется в виду перескок. Перескок вот такой зачастую очень часто появляется. Ну, особенно... Здесь и не должен быть такой. Это приемлемый вариант. Не возможно до нуля, это если никто деваться. Это приемлемый вариант. Это нет. Приемлемый, как по СНИПу, полтора сантиметра. То, что коляска легко преодолевает. Вот здесь уже очень тяжело. Я вам даже скажу, знаете, вот сейчас бы я, если бы был на этой коляске... Я увесистый, да? Мне, чтобы заехать, нужно резко толкнуть коляску, чтобы она подпрыгнула. А я могу толкнуть так, что я просто опрокидываюсь на спину. Понятно, что точной процентной статистики реальной доступной городской среды нет. Однако, как утверждает Юрий Крапузов, все не так плохо. Во всяком случае, есть попытка обратить на это внимание. Вот если учитывая в этом году, который еще апгрейд идет, я думаю, процентов 40. Не больше. В городе вообще? В городе вообще, да. 40 процентов? Ну, это достаточно высокий ведь процент. Ну, это учитывая, что вот этот новый апгрейд. Потому что сейчас вот новые дворовые территории делают, ну, почти, почти замечательно, скажем так. Есть какие-то там нюансики, но уже к каждому подъезду доступ, к каждой дворовой территории доступ, к каждому дому. То есть вот то, что сейчас уже делается, это прям вот большой зачет, скажем так. Старый апгрейд, там есть свои нюансы, есть свои так недочеты серьезные. Вот. Ну, и очень много еще, конечно, дворовых территорий, которые не затронуты. Главное предложение включить в приемную комиссию кого-то из инвалидов-колясочников, хотя это должно было быть и ранее. Общественники и журналисты уже который год говорили о проблеме доступной среды. Но, видимо, чтобы был результат, нужна конкретная инициатива сверху. Это понятный вопрос, и вы, и я знаем на него ответ. Весь вопрос всегда на любом объекте складывается в бюджете. Понимаете, невозможно все сделать за год, невозможно все сделать за 10 лет, потому что через 10 лет то, что вы сделали в первый год, начинает разрушаться, это нужно ремонтировать. Есть сложности, я абсолютно с вами согласен, но будем стараться компенсировать уже то, что получилось ранее. Это еще одна попытка разобраться в вопросе доступной среды. Наглядная, когда-то от слов и обещаний нужно перейти к делу. Слышные вопросы, ответов только на них нет.